Гагарина, дом 43-1. Мусорка завалена личными вещами людей, контейнеры почти полупустые и все складируется рядом с мусоркой. Еще здесь уже очень много мошек из-за этого, они вот буквально на моем лице. Отходами завалена вся улица, мошки повсюду. Местные жители говорят, ситуация была еще хуже, когда после паводка люди выносили вещи из затопленных гаражей. При этом съемочная группа ОРТ бывала на этом адресе и до весеннего паводка. Ситуация не меняется спустя длительное время. Очень плохо, очень печально на самом деле. Там и на Донковцево такая же ситуация. Через несколько метров расположены другие мусорные площадки. Вся дорога усыпана отходами, с которыми играют дети. Сзади меня располагается гаражный кооператив. Скорее всего, весь этот мусор приносят из него. Но через дорогу располагаются уже многоквартирные жилые дома. При этом мусор разлетается повсюду. Мы его видим и на обочине. Но рядом есть и площадка, где располагаются контейнеры. Она убрана. Контейнеры пусты. Скорее всего, региональный оператор уже собрал здесь мусор. Но вот все, что накопилось в округе и валяется на земле, убрать некому. По федеральному закону России об отходах производства и потребления. Организовывать и содержать площадку согласно техническим и санитарным нормам – обязанность администрации. Точно так же, как и ликвидация несанкционированных свалок, в которые превратились площадки ТКО. Очевидно, что мэрия Оренбурга с этим явно не справляется. Поэтому 29 июля текущего года заключила соглашение с региональным оператором природа об уборке мусорных площадок. Администрация платит, природа убирает все то, что валяется за баками. Контракт действует до ноября, так анонсировала мэрия. При этом за сбор мусора ежемесячно платят и оренбуржцы. Но не понимают, куда уходят их деньги, если все равно приходится жить рядом с валкой. Осенью особенно осложняется ситуация в СНТ, поселках и других территориях, где есть частные дома. Люди со своих огородов выбрасывают садовые деревья, кустарники, цветы, даже вот кто-то выбросил перец. Все это уже занимает приличные масштабы, настолько, что контейнерных баков просто не видно. Поселок пригородный, несанкционированный полигон размером с футбольное поле. Везут сюда мусор из других поселков. Я вообще сюда редко езжу, но даже не знаю, я приезжал, как-то чисто было. Сотрудники сельсовета пригородного установили камеры видеонаблюдения и громкоговорители. Но и они мало помогают. Люди не понимают, куда им девать отходы. Как разъясняют на официальном сайте регоператора, на контейнерных площадках баки для пищевых и других отходов жизнедеятельности. Оказаться там могут и предметы после ремонта жилища, но небольших размеров и веса, например, обои. Так называемые лодочки или бункеры для крупногабаритного мусора. Здесь можно оставить и старую мебель. Но вот то, что природа точно не будет вывозить. Зеленые насаждения, отходы от капитального ремонта, реконструкции жилых помещений, например, кирпичи. Отходы животноводства, промышленные отходы, нефтепродукты, металлические изделия, зола и шлаки, масла, резина и другие. Электронная бытовая техника и многие другие отходы. Здесь оренбуржцам придется самостоятельно найти компанию и позаботиться о вывозе ненужных вещей на полигон. Что нельзя штрафовать, записывать номера и газу штрафовать. Но почему разрешили здесь городскую свалку? Здесь школа, здесь садик. Дети наши играют на помойке. Мало того, что дети играют на помойке, так тараканы и крысы с мусорки по проезду промысловому бегут в шестиэтажки. Вера Бабского говорит, обращались в разные инстанции. Кто виноват, концов не найдешь. Но мусор, если даже убирают, то уже на следующий день картина повторяется. Грязно и на западе региона, рассказывают базулучане. То, что наблюдается с мусором в городе, это какая-то катастрофа, потому что везде валяются, то есть даже сзади по периметру всех мусорок валяется мусор. Город грязный. Ужасно оцениваю работу, потому что на Атакаре Ярыше, то есть там как 10 лет назад была просто яма, куда люди сваливали мусор, так она там и осталась. Современные контейнерные площадки и баки редко увидишь и в Медногорске. Отходы и зловоние здесь тоже практически у подъездов домов. Есть и те, кто уверен, мусорный коллапс – вина самих оримбушцев. Менталитет наших людей, жителей, которые позволяют себе просто не бросать в контейнер, а рядом с контейнером весь мусор. Я был в городе Ростов-на-Дону, там такого никогда не найдешь. Там дворник возле мусорки подметает. Если человек курил, бросил сигарету, и она попала мимо бака, он поднимает ее и выбрасывает мусор. А вот так, например, выглядят мусорные площадки в городе Казань. Сразу понятно, что работа обслуживающей организации налажена. И очевидно, что жители столицы Татарстана не испытывают неприятных эмоций от внешнего вида города, как оримбушцы. Возможно, есть необходимость в разъяснениях проживающим в нашем крае, как правильно выбрасывать отходы. Администрация Оренбурга озадачилась и решилась проводить рейды совместно с полицией. А еще и штрафовать тех, кто выбрасывает хлам не в контейнеры, а мимо них. За административные нарушения придется отдать от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Но изменит ли это ситуацию? Пока предположить сложно. Мусорная площадка в поселке Пригородном после приезда съемочной группы ОРТ была убрана. Как рассказали в администрации сельсовета, их погрузчики совместно с техникой регоператора природа каждую пятницу вычищают территорию. Но, скорее всего, к понедельнику ее снова засыпят отходами. Муниципалитет отслеживает нарушителей по камерам и выписывает штрафы. Наша съемочная группа продолжит следить за обстановкой на мусорных площадках.